Добрый день! Продолжаем наш лекционный курс физиологии висцеральных систем и нам предстоит с вами начать обсуждение по физиологии выделения и вот в сегодняшней лекции мы с вами предметно рассмотрим механизм мочеобразования однако перечень вопросов несколько шире начнем как это и было ранее принято с определения каким образом мы можем определить что есть или что из себя представляет процесс выделения как функция организма рассмотрим с вами функции почек она там о функциональной особенности вспомним где будут и морфологические особенности и особенности кровотока рассмотрены вот основным вопросом как я уже озвучила входит вопрос название самой лекции это механизм мочеобразования и в контексте лекционном и в завершении отдельным вопросом будет рассмотрен вопрос о методах оценки функции почек итак некоторая характеристика системы выделения в процессе жизнедеятельности в организме человека это известно образуется значительное количество разнообразных продуктов обмена они уже не используются клетками и должны быть удалены из организма кроме этого мы должны избавляться от разнообразных токсичных и чужеродных веществ которые могут к нам поступать из пищи с водой от избытка воды солей лекарственных препаратов часть предваряющая процесс выделения из этих веществ может проходить обезвреживание так например такими функциями обладают клетки печени гепатоциты например известные вам вещества такие как фенол скотол индол могут соединяться с глюкороновой или серными кислотами и превращаться в менее вредные вещества ну а в целом поддержание постоянства внутренней среды организма это одно из необходимых условий для нормальной жизнедеятельности на всех уровнях от клеточного до организменного и вот в значительной мере это поддержание постоянства и условиям которых является устойчивый гемеостаз зависит в том числе от того насколько эффективно функционирует сама система выделения что же из себя представляет процесс это освобождение организма от продуктов обмена которые уже повторно не могут быть использованы для его целей и задач функций это выведение чужеродных токсичных лекарственных веществ избытка воды и солей ряд веществ к наиболее значительным необходимым для выведения экскреатом мы относим представлены на слайде дериваты азотистого обмена которым мы относим мочевину мочевую кислоту креатинин и еще аммиака органы которые выполняют выделительные функции принято называть выделительными или экскреторными и вот на слайде вы видите с левой стороны перечень так называемых экскреторных органов которые функционально взаимосвязаны между собой и сдвиг изменения функциональной активности одного из этих органов может влиять на активность другого так например при условии высоких температур в окружающей среде обычно снижается объем выделяемой мочи или так называемый объем теореза в противовес этому выведение жидкости увеличивается через потовые железы то есть через кожу справедливое другое утверждение что нарушение процесса выделения может неизбежно привести к появлению каких-то патологических сдвигов в организме человека иногда вплоть до летального исхода тогда когда имеется ввиду например острое нарушение функции почек или так называемая острая почечная недостаточность если говорить об примерах того что могут экскретировать выделять те или иные органы представленные на слайде то легкие в совокупности с верхними дыхательными путями как это уже известно нам из темы физиологии дыхательной системы удаляют из организма углекислый газ и могут выделяться небольшом количестве пары воды кроме этого через легкие могут выделяться некоторые ароматические вещества которые попали к нам разнообразным путем например во время оперативного вмешательства когда попадают некоторые анестетики вот с выдыхаемым воздухом могут выделяться пары эфира хлороформа при алкогольном объединении сегошим масла в то же время при нарушении выделительной функции почек который я уже упомянула это острая недостаточность острая ауремия через слизистую оболочку верхних дыхательных путей может начинать выделяться бочевина которая разлагаясь становится сопутствующим определяемым запахом из полости рта запаха аммиака слюны и железы будем рассматривать с вами в контексте физиологии пищеварения но сбегая вперед можно сказать что выделяют многие лекарственные вещества в составе слюны тяжелые металлы могут оказаться в составе слюны так что в контексте определения таких вот экскретов слюна становится иногда интересным объектом изучения как объект изучения биологической жидкости если рассматривать органы пищеварительной системы будь то печень отдельная крупная экзокринная железа или желудочно-кишечный тракт то напомню вам уже это было изложено в одной из предыдущих лекций что с помощью секретируемой гепатоцитами желчи из организма затем вводится через кишечник уже ряд конечных продуктов отмена гемоглобина других порфиринов в виде желчных пигментов конечные продукты обмена холестерина в виде желчных кислот те которые не подвергаются реабсорбции могут экскретироваться и попасть в состав желчи а затем экскретироваться некоторые лекарственные препараты часть антибиотиков маркеры которые вводятся с целью определения функциональной активности органов ну а с пищеварительными остатками пищевых веществ через желудочно-кишечный тракт выделяются самые разнообразные органические и неорганические вещества которые покидают наш организм путем дефекации и вот отдельно стоит упомянуть об предатках кожи реализуется выделительная функция кожи с помощью деятельности потовых и в меньшей степени сальных желез потовые железы удаляют излишки воды опять-таки продукты распада белка мочевина мочевую кислоту кретинин другие кислоты щелочные металлы так например натрий выделяется как мы знаем в составе многих секретов в том числе с помощью потового экскрета попадаются при анализе потовых секретов некоторые микроэлементы и даже ферменты такие как попсиногена милаза щелочная фосфатаза роль выделительной функции потовых желез в контексте удаления продуктов белкового обмена особо возрастает при заболеваниях почек особенно при уже упомянутой острой почной недостаточности если привести пример в отношении экскретов и функций сальных желез то с их экскретом выделяются свободные жирные и не омыляемые кислоты и продукты обмена половых гормонов в этом же ряду мы видим с вами упоминание молочных железов понятно что речь идет об особом периоде жизни женщины в послеродовом когда молочные железы начинают выделять молоко как продукт питания новорожденного и еще раз упомяну о том что с помощью анализа некоторых биоматериалов имеющихся в отношении этого слайда это может быть использована слюна моча как продукт экскреции почек а также производных кожи таких как волосы и ногти мы можем с помощью биохимических методов оценки судить о содержании в организме человека необходимых макро микроэлементов а также о том насколько в организме могут находиться разнообразные токсичные например тяжелые металлы что используется при диагностике определенных состояний при антропрогенном загрязнении при проживании человека в таких условиях а теперь пришло время рассмотреть функции основных экскреторных органов я не стала уделять внимания особой роли почек потому что мы будем говорить об этом фактически во всем материале сегодняшней лекции и так почки являются основным органом выделения они выполняют и помимо выделительной экскреторной функции еще и другие как вы видите регуляторную или же гомеостатическую а также особую функцию которую мы с вами будем именовать секреторной вот некоторые комментарии в отношении функции почек начнем с вами с основной выделительной функции по отношению к бочеобразовательной мы принимаем с вами за основной термин экскреция или выделение продуктов метаболизма тех которых я неоднократно уже в качестве примеров называла вам продуктов азотистого обмена избытка органических неорганических веществ и воды если говорить о регуляторной функции почек или гомеостатической как ее еще иногда называют в разных источниках литературы то речь идет о способности этих очень активных органов принимать участие в регуляции ряда важных процессов в организме человека и поддержание ряда констант так например почки принимают участие в регуляции объема циркулирующей крови и прочих жидкостей организма таким образом мы эту функцию можем определить как участие в регуляции водного баланса с другой стороны путем избирательной проницаемости канальцев нафрона и в том числе управляемость этих процессов направленных на перемещение неорганических минеральных веществ из разных компартментов окружающих и канальцев нафрона паренхематозную часть ткани почки мы можем говорить об участии почек в ионной регуляции то есть регуляции ионного состава внутренней среды или ионного баланса здесь же так сказать непосредственной близости к примеру об участии почек в поддержании ионного баланса находится и способность почки регулировать постоянство паш-баланса путем экскреции избытка протоноводорода нелетучих кислот и оснований все это тоже происходит путем влияния на избирательную проницаемость различных участков извитых канальцев нефрона и заключение этого перечня способностей почки быть важнейшим гомеостатическим органом лежит особенное направление участие в регуляции артериального давления крови в связи с тем что специальный аппарат который мы сейчас будем с вами упоминать повторяя структуру почки в особенной той части которая касается своего нефрона так вот благодаря способности особых клеток насекретировать фермент аренин может изменяться экскреция натрия воды и таким образом изменяться обеззаркулирующей крови что влечет за собой изменение уровня артериального давления вот все эти возможные участия в регуляции гомеостатических состояний и констант мы с вами рассмотрим на следующей лекции и третья функция была озвучена в перечне функций почек это секреторная функция здесь вы видите несколько примеров способные которые проиллюстрировать возможность клеток почек принять участие в казалось бы не очень типичное для подематозного органа но мы знаем что некоторые внутренние органы обладают способностью к секреции биологически активных веществ тканевых гормонов и вот некоторые примеры такого такого функционирования в области секреторной функции для почек во-первых здесь образуются я думаю тоже хорошо вам известно особые регуляторы эритропоэлизы эритропоэтины и вот почка один из таких ключевых органов остро реагирующих на изменения напряжения кислорода в крови является эталонным органом который мы в качестве примера проводим когда речь идет об гипоксине то есть снижение напряжения кислорода в крови что подстегивает интенсивность синтеза эритропоэтина но в свою очередь усиливает процесс эритропоэза в красном костном мозге еще одно еще одна отсылка к системе крови это участие почек в процессе гемостаза потому что образуется гуморальные регуляторы свертывания крови эфипренолиса брокеназы ферменты тромбопластин тромбоксан и принимает почки участие в обмене кепарина то есть мы видим что этот орган почки принимают участие в очень важном процессе гемостаза поддержания его равновесия его баланса также в почках происходит секреция уже упомянутого мной фермента ренина который запускает работу ренин ангиотензин альдостеродовой системы активная форма витамина D необходимого для улучшения процесса всасывания в тонком кишечнике кальция и здесь образуются вещества относящиеся к классу простагландинов и бродикинина вазоактивные вещества и мы с вами будем рассматривать на следующей лекции их роль в регуляции изменения тонуса сосудов что за собой влечет изменения интенсивности этапов мочеобразования вот несколько примеров которые иллюстрируют третью важную функцию помимо выделительной регуляторной секреторную функцию почки несколько буквально слов об том как себя проявляет эта система выделения система которая представлена парным органом почкой в разных этапах антогенеза как вы видите что формирование начинается в очень ранном периоде антогенеза с пятой недели а уже полноценное функционирование с девятой недели развития то есть достаточно рано начинает активно функционировать почки уже у новорожденных если речь идет о жденном ребенке и у детей до года объем фильтрации в начальных структурах нефрона в гумерлянном аппарате обусловлен низким уровнем артериального давления и ударного объема есть такие обязательные сопряжения которые которые мы взаимосвязываем с другими системами в частности сердечно-сосудистая система и ее особенности функционирования в антогенезе имеют место возрастные особенности в механизме мочеобразования в составе конечной мочи в кратности мочеиспускания то есть диурезе в раннем периоде детства до 5 лет затем в пертатном периоде то есть функционально мы можем рассматривать разные аспекты те кто будут нацелены на изучение более детальное изучение детского организма функционирования детского организма вы столкнетесь с более подробным описанием начиная с эбриогенеза и заканчивая пубертатным периодом ну а мы с вами должны обратить свое внимание на анатомо функциональные особенности почки как известно хорошо вам из курса гистологии да и анатомии нефрон является структурно функциональной единицей почки и с левой стороны вы видите на слайде рисунок который иллюстрирует структуру такую классическую структуру нефрона в каждой почке приблизительно содержится около 1 миллиона таких функциональных единиц и собственно в нефронах и происходит процесс образования мочи в зависимости от места расположения почки можно выделить три типа нефронов есть так называемые суперфициальные нефроны они составляют до 30% от объема всех имеющихся активно работающих больше процентов отводятся на так называемые интеркартикальные и 10-15% примерно составляют так называемые югстомедулярные глубоко залегающие нефроны с глубокими петлями и сосудистыми и структурными петлями генли в норме существует определенная периодичность функционирования нефронов не все работают одновременно но их схема как я уже сказала строение и функционирование достаточно одинаково состоит из клубочка капилляров окружен капсулой шумлянского болна внутри который находится клубочек таких капилляров представленных входящие афферентные артериолы и выносящие эфферентные артериолы внутренняя поверхность капсулы выслана эпителиальными клетками полость между висцеральным и париэтальными листками висцеральным и париэтальными листками переходит в просвет в просвет Проксимального и звитого канальца. Особенностью клеток этого канальца является наличие так называемой щуточной каемки или микроворсинок, которые смотрят или обращены внутрь канальца. И в связи с этим определяют особенности реабсорбции, интенсивности, особенности пропускные для некоторых веществ в этой части мифрона. Следующий отдел мифрона – это петля гегли, которая включает в себя нисходящие и восходящие сегменты. Ее стенка образована низкими эпителиальными клетками. И вот эта нисходящая часть может опускаться достаточно глубоко в ткань почки, мозговое вещество так называемое, где, изгибаясь на 180 градусов, поворачивает в сторону коркового вещества, поднимаясь вверх. И эта часть несколько толще, как вы видите, даже на рисунке. Это можно заметить, что нисходящая немножко тоньше, а восходящая часть толще. Достигает уровня клубочка практически вот в этой части и переходит в следующую часть нефрона функционально – дистальный и звитой каналица. Дистальный и звитой каналица. Клетки толстой части восходящей части петли генли и дистального и звитого каналица не имеют щёточной каёмки, но зато здесь очень много митохондрий. Здесь увеличена поверхность базальной плазматической мембраны за счёт вкладчатости. И вот тоже это определяет функциональные особенности, интенсивности, характера реабсорбции, которая здесь осуществляется. Затем мы переходим с вами к конечному отделу нефрона. Это такой короткий связующий каналиц, который впадает в собирательную трубочку. А уже сами в собирательные трубки впадают, могут добавляться и попадают в мозговое вещество вновь, открываясь уже в полость почечной лоханки, которую мы на рисунке здесь не наблюдаем. Но анатомически, я думаю, вы её можете себе представить. Таким образом, исходя из структуры и функций почечных канальцев, мы различаем части сегмента нефрона. Это гламерулярную часть, проксимально извитую часть, низкий, тонкий, простите, отдел петли нефрона, нисходящая, тонкая часть поворот на 180 градусов, переходящий в толстую восходящую часть, дистальную часть нефрона и собирательную трубку. И, как я говорила, имеет место ещё югстагламерулярный аппарат, югстагламерулярный аппарат или югоаппарат нефрона. Находится он между входящей аферентной и выходящей аферентной артериолой. В этом сегменте представляет собой совокупность клеток, которые синтезируют ремнин и часть других биологически активных веществ, и простаглодины в том числе. Образован морфологически вот таким треугольником, где стороны представлены аферентной и эферентной артериолами, а основание – небольшой участок стенки, извитой части дистального канальца или плодного пятна. Представлены гранулярными клетками, и внутренняя поверхность аферентной, расположены они ближе к внутренней поверхности аферентной артериолы, и поэтому многие вещества активно сразу попадают непосредственно в кровоток. Если говорить об еще одном морфологическом функциональном аспекте, мы не можем не упомянуть об особенностях кровоснабжения почки. Есть ряд функциональных заданных параметров, это и определенный объем от сердечного выброса, и распределение между почечным кровотоком на корковую часть и на мозговую часть, что определяет функциональную активность аферентов, расположенных в разной части тела почки. В отношении кровоснабжения почка является очень уникальным органом, потому что она имеет два капиллярных бассейна, такое, я думаю, хорошо известно, которое состоит из двух типов капилляров. Это клубочковый капилляр, находящийся достаточно под высоким давлением, потому что короткая артерия, ренализ, входит почти прямым углом в почку, и дальше она разделяется на почечные артерии, разделяется и входит в дольки. И функция этой части кровотока заключается в первом этапе мочеобразования, о котором мы сейчас скоро будем с вами говорить, где под высоким давлением возможно осуществление фильтрации. И существует еще сеть полоканальцевых или паратубулярных капилляров с низким давлением, что позволяет осуществлять реабсорбцию больших объемов жидкости. Вот эта капиллярная сеть, которая образуется путем перехода почечной артерии в междолевые и дуговые, междольковые приносящие артериолы, эферентные артериолы, образуется осудистый клубочек, о котором сейчас я сказала. Затем артерия эференс, снижается давление, и вторая капиллярная сеть представлена сосудами канальцев. Еще одной важной особенностью кровоснабжения, которую следует подчеркнуть, что кровь, которая притекает в почки, она нужна и для трофики органа, потому что с кровью приносятся и кислород, и питательные вещества, но и в том числе для процесса образования мочи. А тех бассейна, о которых сейчас речь, как раз в них и осуществляются этапы образования мочи. Далее мы с вами рассмотрим особенности функциональные. Если взять такого стандартного взрослого человека с приблизительно весом около 70 кг, с гармоничным антропометрическим сложением, то скорость кровотока для такого субъекта будет представлять приблизительно 20-25% подминутного объема кровообращения. То есть по цифрам и по доле прихода крови к почкам это будет действительно считаться самым высоким уровнем органного кровотока. Проходит до 1700 литров в день. Огромный объем, который проходит через, жидкости, которые проходят через наши почки. До 1200 мл в минуту. Неравномерное распределение. 99% кровоснабжения приходится на корковый слой, всего 1% на мозговой, в связи с тем, что именно в корковом слое располагается большая часть функциональных единиц на фронах, где осуществляется процесс фильтрования и образования поэтапно мочи. Очень важным аспектом особенности кровоснабжения почки является стабильность кровотока, даже в случае, если имеют место широкие вариации колебаний артериального давления от нормально низких до крайне высоких, до 190 мм тупного столба. И то, что капилляры клубочков выполняют только функцию мочи образования. Это тоже важно. Процесс мочи образования требует создания определенных условий кровотока, что заключается в обеспечении так называемого механизма ауторегуляции. Мы его с вами будем рассматривать очень детально на следующей лекции. Капиллярный бассейн еще раз с вами закрепляем в материал. Это клубочковые капилляры с высоким давлением, которые образованы артерией Аференс, и они обеспечивают первый этап мочи образования и фильтрацию. Далее, околоканальцевые капилляры с низким давлением образованы из артерии Аференс, обеспечивающие второй этап мочи образования или реабсорбцию. А также, вазоректа, прямые сосуды, которые идут рядом с канальцами югстромедулярных глубоких нефронов и участвуют, принимают участие в третьем этапе мочи образования, в секреции. Существуют еще некоторые нюансы, касающиеся анатомических особенностей, приносящие артериолог, и что, собственно говоря, закладывает сундамент тех функциональных возможностей, которые складываются в гумерлиарные части нефрона. Приносящая аферентная артериола имеет диаметр несколько больше, чем выносящий, что создает условия для эффективного градиента давления и постоянства давления в рамках 70 мм тотного столба. А мышечная стенка этой артериолы, приносящая артериолы, лучше выражена, и поэтому влияние симпатического отдела на нее более существенное, чем на артерию эференс. Ну и вот то, о чем я упомянула, имеет место некоторое условие для ауторегуляции, когда любые изменения, колебания в приносящей артериоле вызывают реакции, заключающиеся в сокращении гладких мышц, в уменьшении количества поступающей крови, что несколько снижает давление, которое должно быть приблизительно на уровне 70 мм тубного столба. И высокая чувствительность миоцетов к разнообразным биологически активным веществам, которые тоже здесь могут влиять и таким образом изменять некоторым образом тонус, приносящий, а иногда и выносящий артериолы. Вот еще раз посмотрим с вами на уже такой современный подход к иллюстрации близки к анодомическим дофроны, его структурных элементов и элементов кровоснабжения, учитывая и приносящие через сосуд артериальную кровь и выносящие естественно имеющие место отток крови через венозные сосуды. Ну а мы с вами приступаем к рассмотрению основного вопроса сегодняшней лекции об процессе мочеобразования, которое происходит при взаимодействии всех структурных фронов и сосудистой сети, где можно выделить три основных физиологических процесса, которые это важно подчеркнуть, протекают сопряженно, одновременно и обеспечивают образование из крови конечной мочи. Это клубочковая фильтрация, то есть название мы с вами упоминаем и место в нефроне, где это происходит и название процесса. Затем это канальцевая реабсорбция и канальцевая секреция. Начнем с вами рассматривать клубочковую фильтрацию как начальный этап образования мочи в капсуле шумлянского бомена. В условиях физиологической нормы состав клубочкового фильтрата во многом будет определяться структурой пор мембраны, которая будет иметь несколько слоев и таким образом сепарировать вещества, которые могут пройти и оказаться в составе ультрафильтрата в определенном соотношении количестве, те, которые не могут пройти, так как размер этих веществ не будет позволять проникнуть через поры. Имеющиеся градиент давления, который будет позволять проходить достаточно внушительному объему в течение суток и образованию так называемой первичной мочи или ультрафильтрата, как мы тоже можем называть эту жидкость. Фильтрация воды низкомолекулярных компонентов из плазма крови, которые вот здесь присутствуют в клубочке, происходит через клубочковый или так называемый гламерулярный фильтр. Давайте дадим характеристику этой фильтрующей мембраны, которая, как я уже упомянула, состоит из трех слоев. И первый слой с левой стороны слайда это эндотелиальные клетки капилляра с порами от 50 до 100 нм. Цель этих пор, размера этих пор не допустить попадания в ультрафильтрат форменных элементов крови. Обозначение ФЭК это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Это недопустимо. Далее второй слой представлен базальной мембраной капилляра поры в этой части уже значительно меньше от 3 до 7,5 нанометров и задача этой части мембраны не пропустить белковые молекулы. С одной стороны размер не позволит, с другой стороны эти поры содержат отрицательно заряженные молекулы или анионные локусы, что препятствует прохождению отрицательно заряженных частиц, таких как белковые молекулы. И следующий слой это эпителиальный слой клеток подоцитов внутреннего леска капсулы. Поры по размеру сопоставимы с предыдущей. Цель не пропустить высокомолекулярные альбумины, которые не должны попасть в ультрафильтрат. Между отростками подоцитов есть челевые диафрагмы. Вот они собственно говоря ограничивают прохождение альбуминов или других молекул с большой молекулярной массой. Эта часть фильтра также несет отрицательный заряд. Таким образом состав перничной мочи или ультрафильтрата будет обусловлен свойствами с одной стороны глампулярного фильтра и вместе с водой будут фильтроваться все низкомолекулярные вещества за исключением крупных белков, молекул белков и форменных элементов крови. Таким образом состав ультрафильтрата очень будет близок к плазме крови за исключением некоторых компонентов. Однако при поражении в результате инфекционных заболеваний при нефритах воспалительных заболеваниях почек нефропатиях поры второго и третьего слоя могут терять отрицательный заряд, что позволяет утрачивать способность не пропускать белковые молекулы, попадая таким образом эти компоненты и могут быть определены при аналитике общего анализа мочи, что будет косвенно свидетельствовать о нарушении работы этой части нефрона, о поражении фильтра. Ну, а сам механизм фильтрации основывается на том принципе, который вам уже неплохо известен на закономерности, которая была описана Старлингом и именуется взаимодействием сил описанных этим исследователем, ученым. Сам объем фильтрации и скорости в образовании будет зависеть от эффективного фильтрационного или фильтрующего давления, коэффициента фильтрации, который определяется размером поверхности гумерулявных капилляров. Очень важно отметить, что фильтрация процесса нам хорошо понятно является пассивным транспортом, и поэтому в таких объемах мы ежесуточно имеем количество ультрафильтрата. И взаимодействие силы Старлинга мы сейчас вспомним, потому что из-за этого взаимодействия складывается эффективное фильтрационное давление, которое определяется с одной стороны выталкивающей силой или гидростатическим давлением крови, которое имеет место капилляра и бочков и силой, которая препятствует и складывается это препятствующая силой зонкотического давления крови и гидростатического давления пермичной мочи в просвете уже капсулы, куда попадает первая порция ультрафильтрата. Итак, мы видим с вами зависимость в виде такого математического представления, где эффективное фильтрационное давление это гидростатическое давление крови, от которого мы можем отнять, вычесть сумму препятствующих сил анкотического и гидростатического давления первичной мочи, подставив средствами нам величины, я уже упоминала, что достаточно стандартным является уровень кровяного давления в артерии Аференс 70 мм сотного столба, анкотическое мы здесь принимаем за 30 мм сотного столба и приблизительно 20 мм имеем в качестве примера гидростатического давления первичной мочи. И вот в результате мы получаем эффективное фильтрационное давление, достаточное для того, чтобы каждую минуту фильтровалось около 20% почечного плазматока и скорость клубочковой фильтрации как один из эффективных показателей работы почки выделительного органа появляется для вашего внимания. СКФ или скорость клубочковой фильтрации варьирует у лиц разного пола, чуть меньше у женщин 110 мл в минуту и чуть больше у мужчин до 125 мл в минуту. Любые изменения особенно в сторону уменьшения говорят о том, что нарушается процесс первого этапа мочеобразования в гумерулярном аппарате нефлонов. Для сохранения относительно постоянных величин почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации имеет место механизмы ауто-механизмы постоянного поддержания величины давления в клубочках и при любых как я уже говорила упоминая об особенностях кровоснабжения при любых колебаниях артериального давления может изменяться величина просвета то есть сокращаться либо расширяться просвет эфирентный эфирентный артериол который относится к сосудам мышечного типа вот что достигается различными способами ауторегуляции ауторегенной регуляции его моральной регуляции но лежит в основе так называемого кубочка канальцевого равновесия о нем мы подробно с вами поговорим на следующей лекции и вот перед нами состав первичной мочи люльтрафильтрата который как я уже сказала очень похож на плазму крови единственное что мы здесь с вами не встретим формальных элементов и крупноморекулярной люльтрафильтрата ну и при этом не только качественные отличия мы наблюдаем но еще и количественные потому что 150 получаемого ультрафильтрата или первичной мочи в конечном итоге должны превратиться в гораздо более скромный объем который человек взрослый человек выделяет в течение суток должен превратиться в конечную мочу в объеме полутора двух литров рассмотрим с вами некоторые качественные отличия ультрафильтрата и конечной мочи вот здесь с левой стороны мы видим перечисление веществ которые входят в те или иные субстраты первичную конечную мочу и как изменяется их количественное присутствие и так вода практически не изменяется это основа любых биологических жидкостей в конечной мочи как вы видите исчезло должны исчезнуть любые присутствия органических компонентов таких как глюкоза и следы белков что касается неорганических представителей таких как натрий хмур калий и различные сульфаты мы видим что концентрация будет расти и существеннее еще будут расти такие компоненты которые относятся к дереватам азотистого аммена мочевина мочевая кислота и креатинин конечной мочи концентрация этих веществ существенно увеличивается мы приступаем к рассмотрению следующего этапа мочеобразования канальцевой реабсорбции которая заключается в том что необходимые вещества либо реабсорбируются из состава первичной мочи потому что они еще необходимы для нас вода реабсорбируется из 150 литров мы получили должны в количестве полтора два литра всего лишь навсего мы должны вернуть в организм многие органические вещества такие как глюкоза как аминокислоты часть микроэлементов будет возвращаться путем различных механизмов лежащих в основе реабсорбции концентрации будут меняться по этапу продвижению ультрафильтрата по канальцам нефронам от проксимального изветового канальца по петле герли к дистальному изветовому канальцу и уже в конечном итоге практически превращение в конечный мочок собирательной трубочки и так какие же вещества подвергаются реабсорбции в канальце ну в самом первом перечислении это органически важные для нас вещества это глюкоза аминокислоты витамины и белковые молекулы небольшие молекулярному весу белки также мы нуждаемся еще в дополнительном возврате микроэлементов все из них покидают наш органический мочой вода и часть неорганических ионов таких как натрий калий кальций магний хлор и другие соединения разнообразные изменящиеся в арсенале в организме человека виды транспорта используются во время реабсорбции ну как уже было сказано достаточно активно используются виды те которые не затрачивают энергию это пассивные передвижения по типу осмоса который мы можем с вами за термин употребить для реабсорбции воды например в нисходящем сегменте петли генли или же для максимального извитого канарица небольшая часть натрия может пассивно реабсорбироваться и небольшая часть аниона флора а также мочевина которая принимает участие в так называемом цикле или круговом цикле способствующем для изменения концентрации конечной мочи иногда ключевую роль играет органическое вещество как мочевина но это уже ближе к финальной структурной части нефрона однако во главе угла стоит конечно все разнообразные виды активного транспорта например первично активного с использованием натрия который имеет место для реабсорбции в максимальном возвятом канарице глюкозы и аминокислот с участием энергии в переносчиках и активный транспорт необходим в случае переноса веществ против градиента концентрации что имеет место например в дистальных извитых канальцах при участии антидиуретического гормона альцетерона и также гормонов которые могут влиять на процессы реабсорбции других минеральных компонентов такие например как гормоны контролирующие баланс кальция часть из них вы знаете работает тоже для эпителия то есть эпителия почных канальцев является клеткой мишенью для этих гормонов в том числе этапы реабсорбции для различных веществ начинаем мы конечно с точки зрения логики с первого этапа в максимальном отделе нафрона вот здесь рисунок немножко в другую сторону развод голубая часть это как раз максимальный отдел щирочной каемочкой где как вы видите происходит самый массивный процесс реабсорбции воды две трети от приблизительно 150 литров возвращается обратно в кровоток это так называемая обязательная облигатная реабсорбция здесь же происходит обратное всасывание аминокислот глюкоза витаминов микроэлементов и тоже подавляющее количество натрия которое здесь реабсорбируется без влияния каких-то гуморальных веществ далее в темно-зеленой части сегмента окрашенной на этом рисунке для петли генли происходит активно процесс продолжается процесс реабсорбции воды но он неравномерно распределен по структуре петли генли в нисходящем для воды восходящем для солей и затем этот процесс может продолжаться дальше управляемым под влиянием гормонов в дистальном сегменте нефрона еще одним интереснейшим аспектом работы нефрона является активность так называемой поворотно-противоточно-множительной системы которая призвана управлять и влиять на астматический статус первичной мочи которая постепенно превращается в конечную мочу принцип этого противоточного обмена мы можем встретить и в природе и затем он перешел перенесся в использование в технике механизм такой системы можно рассмотреть на примере структуры кровеносных сосудов в конечностях арктических животных например пингвинов которые здесь представлены на фото так во избежание больших потерь тепла кровь в параллельно расположенных артериях и венах конечности этих птиц течет таким образом что более теплая артериальная кровь согревает охлажденную венозную кровь движущуюся к сердцу в топу притекает артериальная кровь низкой температуры что резко уменьшает теплоотдачу здесь вот в этом случае система работает как только противоточный обменник а вот уже в почке почки эта же система обладает множительным эффектом так как как уже было в самом начале упомянуто работает одновременно большое количество миллиона нефронов то есть мы имеем эффект уложения увеличения результата для каждого отдельного сегмента системы поворотно противоточного множительная система почки представлена параллельно расположенными коленами петли генли собирательной трубочкой которых жидкость течет в разных направлениях то есть вот из этого термина мы понимаем что поворотно это структура нефрона в части петли генли и собирательной трубочки противоточна это течение тока биологической жидкости первичной мочи рутрафильтрата постепенно превращающейся в конечную мочу а множительная это количественно увеличивающиеся в разы эффективность работы этих систем одновременно работающих нефроном в этой части нефрона в этой части канальцев нефрона если быть точнее моча при необходимости концентрируется это возможно благодаря высокой концентрации веществ в интерстиции то есть между вот этими трубочками находится у нас интерсоциальная ткань и вот при концентрации в интерстиции мозгового слоя может скапливаться достаточное количество активных веществ что будет позволять вмешиваться в осматический градиент мочи которая постепенно продвигается по структуре канальцевой структуре нефрона петля генри таким образом петля генри таким образом это противоточно-поворотный множитель а сосуды которые здесь расположены рядом между петлями нефрона это противоточно-поворотный обменник и в зависимости от состояния водного баланса питьевого режима наши почки могут выделять гипотоническую или как говорят астматически разведенную мочу либо напротив астматически концентрированную мочу если этому способствует ситуация внутри организма механизм концентрации мочи рассмотрим с нисходящего колена петли генри хорошо проницаема для воды вот здесь видим голубыми шариками это обозначено и стрелочкой направления куда движется вода этот процесс продолжается после реабсорбции в проксимальном и святом канальце именуется облигатной реабсорбцией перемещается вода по астматическому градиенту и моча в канальце становится постепенно гиперосмолярной то есть вода покидает моча становится гиперосмолярной в сегменте восходящего коленопетли генри и начальном отделе дистального канальца проницаемость для воды отсутствует то есть эта часть канальца почки не проницаема для воды здесь напротив идет активная реабсорбция катионов натрия хлора из просвета канальца из просвета канальца в перитугулярное пространство и в этой части канальца моча становится крайне гипотоничной дистальный канальц и собирательная трубочка функция этой части в конечной концентрации мочи будет зависеть от того будет ли здесь действовать и в каком количестве антидиуретический гормон обусловливая так называемую факультативную реабсорбцию если антидиуретический гормон будет присутствовать в кровотоке и действовать на клетке мишени эпителия этой части канальца то дистальный канальец и собирательная трубочка станут проницаем для воды и это еще больше усилий при абсорбции возврат воды кровоток в случае отсутствия антидиуретического гормона или крайне низких его концентраций стенки дистального канальца будут непроницаемы для воды сформируется большое количество разведенной мочи диурез будет увеличен третий этап который мы с вами рассмотрим по этапам образования мочи называется канальцевой секрецией процесс который направлен на активный переход веществ из крови обратите внимание из крови через канальцевой эпителий непосредственно в мочу то есть этот процесс перехода некоторых веществ через мембрану клеток через опекальные части эпителия почных канальцев в конечную мочу это транспорт веществ иными словами это транспорт веществ из крови в просвет канальцев который позволяет экскретировать выводить из организма некоторые вещества причем в активном формате это только активный транспорт потому что как правило это переход против градиента концентрации канальцевая секреция позволяет быстро экскретировать некоторые катионы прежде всего катион калия органические кислоты чужеродные вещества такие как например лекарственные вещества антибиотики некоторые маркеры некоторые рентгеноконтрастные вещества красители специальные маркеры для определения функции активности функционального состояния почки и оценки этапов мочеобразования такие например вещества как парамена гиппуровая кислота что если упоминать об транспорте который используется я уже сказала что это активный транспорт и иногда зависимый потому что усиление скорости секреция калия может опосредоваться влиянием например альдостерона который как вы знаете обладает усиливающим влиянием на реабсорбцию натрия но и опосредует секрецию калия в эпителиях канальцев существуют разные транспортные системы переносчики которые способствуют переходу и секреции органических кислот и органических оснований транспортные секретирующие механизмы при этом обладают свойством адаптации что следует учитывать в случае длительного поступления вещества в кровоток например при лечении антибиотиками имеется такой эффект поддержания терапевтической концентрации мы с вами должны перейти уже к характеристике образовавшегося биологического субстрата конечной мочи после всех прокомментированных этапов образования мочи в сутки образуется что посредуется водно-солевым режимом около взрослого человека около полутора-двух литров после обильного питья после потребления белковой пищи диурез может увеличиваться при потреблении небольшого количества воды но при усилении патоотделения диурез может снижаться интенсивность мочи образования неравномерно и колеблется в течение суток в большем объеме моча представляет собой прозрачную жидкость цвет ее вариабель салонно-желтый янтарно-желтый светло-желтый с плотностью которая колеблется в широких пределах вы видите здесь на слайде эти пределы указаны и тоже опосредуется количество выпитой жидкости па-ш нестабильно в среднем 6 но может быть как кислый так и щелочной что зависит от характера питания если преимущественно белковая пища входит в рацион питания то реакция мочи может становиться кислой а при употреблении в большей степени молочной или растительной пищи недостаточно или щелочной белок в моче должен у здорового человека отсутствовать иногда появляются следы после тяжелой физической нагрузки 4% так называемого сухого остатка или осадка мочи рассматриваются отдельно микроскопически и вот в этой микроскопической части в осадочной части мочи определяются неорганические вещества азотистые вещества вещества небелкового происхождения салаты салаты различные соли пигменты которые дают окраску мочи и могут быть специальными тестами определены концентрации гормонов ферментов витаминов или например могут быть определены некоторые более уже сфокусированы по интересу другие органические компоненты такие как макроэлементы микроэлементы или тяжелый металл в заключении сегодняшней лекции мы с вами поговорим об методах исследования почек которые как и других системах и органах физиологии принято разделять на экспериментальные и клинические если говорить об экспериментальных методах то история начала исследования экспериментальное приблизительно началась в начале прошлого столетия когда в Пенсильванском университете в Соединенных Штатах Америки была выполнена первая микропункция почки с микроперфузией отдельных почных канальцев и вот с того времени началась исследование функций почек и до сих пор экспериментальная физиология использует методы и микропункции и микроперфузии микроэлектронной техники для изучения роли каждого отдела нефрона в мочеобразовании эта уникальная структура до сих пор продолжает исследоваться кроме этого существуют конечно же и клинические методы они тоже развиваются тоже совершенствуются появляются какие-то новые методы если говорить об инструментальных то вот здесь некоторые из них я представила это радиозатопный когда специальные маркеры вводятся в кровоток для того чтобы радиологически и рентгенологически затем отследить накопление и таким образом оценить функцию почки рентгенологически то есть мы можем с вами рассмотреть и размеры положения почек и иногда отсутствие какие-то вожденные дефекты оценить напротив наличия трех почек то есть этот метод не списывается со счетов является весьма использованным в таком направлении как урология так и нафрология ультразвуковое исследование почек плотный орган хорошо может быть сканирован с помощью ультразвука здесь опять-таки размеры можно оценить и паренхему почки и рассмотреть очень часто встречаемые конкременты то есть образующиеся включения в лоханках почек которые имеют разное происхождение могут быть уратами оксалатами пасфатами кальцинатами и так далее по своему происхождению естественно приносить от небольшого дискомфорта до существенного нарушения функций почек которые требуют иногда и оперативного вмешательства ну и функциональные тесты оцениваются разными подходами вот мы можем оценить экскреторную функцию почек изучая физико-химический состав мочи и ее биохимический состав я об этом тоже достаточно сегодня много поговорила вам комментируя и этапы мочеобразования и состав первичной и конечной мочи но в том числе мы можем изучить оценить функцию почек на концентрацию разведения то есть оценить работу поворотно-противоточной множительной системы предложив пробы земницкого и фольгарта мы можем оценить азотоподелительную функцию гомеостатическую функцию почек при этом фокус внимания будет нацелен уже на биохимический состав крови и содержание в крови тех веществ которые в том числе экстритируются почками но если в этом контексте функция нарушена то мы увидим повышение концентрации креатинина и других фракций азотосодержащих веществ экстритурная функция может быть исследована на предмет и объема и цвета и прозрачности и даже такого качества как запах на реакции паш на присутствие или отсутствие тех компонентов которые в конечной мочи мы с вами не должны увидеть это белок это форменные элементы крови это количество глюкозы которое тоже говорит о том что у данного пациента имеется нарушение по реабсорбции этого вещества и то есть есть признаки например сахарного диабета или нарушение функции печени по присутствию кетоновых тел или желчных пигментов больше в количестве чем это необходимо ну и оценка процессов образования мочи тоже входит в перечень тех методов которые широко используются это определение скорости клубочковой фильтрации с помощью введения специального маркера имулина который является полисахаридом фруктозы и расчета специальных показателей скорости очищения или клиренса то есть объема плазмы который очищается от определенного вещества во время прохождения крови через почку за одну минуту на практических занятиях у вас будет возможность рассчитать скорость клубочковой фильтрации по формулам которые здесь приведены для того чтобы узнать насколько эффективным является у того или иного пациента по предложенным условиям эффективным первый этап мочеобразования то есть клубочковая фильтрация нормы которые приводятся здесь были упомянуты раньше мужчин чуть больше у женщин чуть меньше с поправкой на площадь поверхности тела в квадратных метрах плюс некоторые существуют еще и возрастные поправки в связи с тем что с наступлением 40-45 лет начинает постепенно некоторые функции замедляться в том числе мочеобразование поэтому существуют и возрастные поправки на расчет сравнивая клиренсы других веществ клиренсом инулина можно определить процессы участвующих в делении этих веществ ночью если говорить об инулении то клиренс означает то что вещество это фильтруется не реабсорбируется выводится в полном составе а вот если клиренс иного вещества меньше чем клиренс инулина то значит вещество после фильтрации реабсорбируется в клинике для определения скорости клубочковой фильтрации еще используется эндогенный метаболит креатинин концентрация которого в крови должна быть достаточно стабильна удаляется он из крови путем клубочковой фильтрации в очень малых количествах секретируется поэтому его клиренс менее точно показатель чем клиренс инулина но тем не менее он широко используется в клинике так как его измерение не связано с внутривенным введением маркера кроме первого этапа мы можем оценить и второй этап мочеобразования канальцеву реабсорбцию вот здесь приведены зависимости расчетные которые позволяют нам вычислить объем реабсорбируемой воды который в норме должен составлять 98-99% в клинике активность процесса реабсорбции можно использовать с помощью нагрузочной пробы используя для этого глюкозу если иметь место повышение реабсорбции мы можем судить с вами в этом случае гипоболимическом состоянии а если пониженным то например речь может идти о приеме каких-то препаратов например диуретиков интенсивность почного кровотока или этап секреции определяется по выделению параминогипоровой кислоты или ПАК иногда используют и такие маркеры как диатраст или препараты пенициллина существуют нормы максимальной секреции которые также коррелируют с полом и могут быть вариабельны в отношении женщин или мужчин в единицах измерения разные бывают величины будете ориентироваться на те которые будут представлены в вашем протоколе таким образом мы с вами обсудили основные сегодня моменты касающиеся угодного теоретического материала по физиологии выделительных органов поговорили о функциях почек поговорили с вами об этапах мочеобразования и методах которые используются для их диагностики в следующей лекции нам предстоит разобрать механизмы регуляции мочеобразования и рассмотреть те возможности почки которые касаются гомеостатической функции или участия почек гомеостатического органа в регуляции некоторых процессов в организме человека ну а сегодняшняя лекция подошла к концу спасибо за внимание и до следующей встречи через две недели субтитры Продолжение следует...